Друзья, мы в Петре и Челентане на автовокзале. Это означает, что самое время вкусных новостей. Николаевцы выступили за запрет уличного радио. Соответствующая петиция, размещенная на сайте Николаевского горсовета, набрала необходимую для рассмотрения 1000 голосов. Таким образом, петицию, набравшую нужное количество голосов, обязан рассмотреть орган-адресант безотлагательно, однако в срок не позднее 10 дней. Не знаю, мне кажется, все-таки не так уже и плохо было с радио. Смешная шутка, Артем. Смешная шутка, спасибо. Неплохо было с радио, просто думаю, два раза сказать, может, смешнее будет еще, нет? Ряд ли. Нет, на самом деле, если серьезно, то мне нравилось радио. Ну, как бы, почему нет? Это некая фишка, меня лично не напрягало, поэтому, конечно, как решат большинство, так и будет, но моя позиция, пускайся радио играло бы. Причем я уверен, что Артем сейчас говорит вполне искренне, потому что радио «Ридной улицы» – это не та улица, которая может проплатить Артема. На рынке полос водитель элитной иномарки нагло припарковался на два места, перегородив движение для других автомобилей. Об этом сообщает очевидец в социальной сети Facebook. Очевидец рассказал, что в поиске места для парковки возле магазина «Велмарт» он увидел, как водитель новенького «Лексуса» нагло припарковал своего железного коня сразу на два места. Водителем оказалась девушка, которая аргументировала такое поведение тем, что она очень боится поцарапать свою машину и не отреагировала на просьбу поставить машину по правилам. Давайте объективно смотреть на эту ситуацию. Если сейчас мы пошутим, скорее всего, нас найдут. Но не сама девушка. Ее влиятельные друзья. Но я думаю, что шутить целесообразно, потому что, честно признаюсь вам, я давно не ездил в багажнике новенького «Лексуса». Хоть так. Хоть какой-то шанс, так сказать, приобщиться к прекрасному автоконку. А знаете, что написал очевидец? Он написал «Милая, вежливая девушка, но ложила на мои просьбы». Да-да-да, дальше-дальше. Ну, правда же, крик души просто. На мои просьбы перепарковаться. Очень боится, что могут поцарапать машинку. У меня вопрос к небожителям. На кой Х покупать такие машины за сумасшедшие деньги и бояться на них ездить? Вы рабы вещей? Ну, что он написал? Задумайтесь, друзья. Аллилуйя, друзья. Вы рабы вещей. Избавьтесь от них. Поцарапайте машину. Приходите в нашу сектору. Контактный телефон. В конце передачи. Артем тоже хочет. Эксус. Аллилуйя. Штраф за рекорд. Румынского водителя наказали за скорость 246 км в час. Это самая высокая скорость, которая была зарегистрирована на автодорогах страны. Как сообщили в инспекторате полиции, 26-летнего водителя оштрафовали на 200 евро, лишив его водительских прав сроков на 3 месяца. По данным полиции, это была самая высокая скорость в стране. Однако марку автомобиля автоинспекторы не сообщают. Потому что это был несуществующий автомобиль. Это был лесик. Реально. Лесик? Лесик. Лесик. А, для Икс. Икс-6. Да. Нет, ну как бы 246 км в час. Если бы полиция Румынии была в Николаеве, то проспект Ленина устанавливал бы авторекорд Румынии с частотой один раз на 1,31 маршрутку. Вот меня посетила мысль, есть ли это самая большая скорость в стране. Это фейк, это не настоящая новость. Сто процентов. Реально. Как бы они его догнали? А? Как бы они измерили эту скорость? Нет, ну измерить как бы можно, но догнать никогда. Или просто он проехал через Румынию, остановился где-то в Германии, просто в Германии. Передали. Из Германии пришла новость. К нам приехал водитель от вас, он ехал со скоростью 246 км. Неплохой маршрут у него был. Да. В Германию через Румынию. Нормально. Заключительная новость. Нечанка лишилась 40 тысяч долларов из-за виртуального романа. Хорошо, что не из-за виртуального Олега. Это не умор. Продолжаем. Женщина познакомилась в социальной сети с иностранцем. Мужчина рассказал, что проживает в Великобритании, владеет недвижимостью и имеет приличный счет в банке. Хочешь проверить это? Сбрось мне 40 тысяч долларов. Ну почти все-таки было. По его словам, он работал моряком дальнего плавания, поэтому был очень одинок. Виртуальные отношения у пары развивались очень быстро. И вскоре мужчина пообещал жениться на ней. Ну, по контакту, наверное. Ну, не завид. Позже написал... Не улыбайся с меня. Ксюша, почему ты себя в этой новости назвала Менчанкой? И откуда у тебя 40 косарей? Сейчас я расскажу об этом. Я дойду до этого. Позже написал, что в хранилище находится его имущество, за которое нужно оплатить страховку. Но сам он это сделать не мог, так как был в рейсе. Иностранец попросил новую знакомую перевести на счет деньги для оплаты, что та и сделала, собственно. Позже мужчина сообщил, что выслал ей бандероль с крупной суммой. Через некоторое время женщине позвонили якобы из таможни и сказали, что посылка, в которой обнаружено 45 тысяч долларов, арестована. Да, поэтому нужно было уплатить штраф. И снова она перечислила деньги, однако бандероль от возлюбленного так и не получила. В общей сложности Менчанка лишилась более 40 тысяч долларов. Средства она одолжила у знакомых и взяла несколько кредитов в банке. Я вас поздравляю, женщина. Вот это тю-тю, да, совсем? Американцам или кому-то переводить деньги? Британцам. Британцам можно. Все хуже. Кардинально разные отношения у меня у Миши к британцам. На самом деле, я считаю, что... Знаешь, почему такое легкое отношение у данной женщины было? Знаю, я не уточнила, ей 50 лет. Именно поэтому. Я просто вспомнила, у меня ей 50 лет. Просто сайт отношения доллара и белорусского рубля, оно практически один в один. Потому что приучили жителей Белоруссии, что много денег все время у них. Потому что, конечно, одна гривна – это тысяча их рублей. И все у нее к деньгам такое отношение. 40 тысяч надо. 40 тысяч. Сколько? Выгол, 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 выгол. Выгол, выгол. Вот, да. Он же британец, он должен был понять. Друзья, на данную минуту это все интересные новости. Берегите себя и свои деньги. И не ведитесь на британцев. Пока-пока. Не надо полагарить. Пока-пока. Мы же не прощаемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова